Проект «Читай быстро» представляет главный из книги Стефани Сворд-Уильямс «К черту скромность!» 10 основных фактов. Не скромничайте, жмите, пожалуйста, на кнопку подписаться, а мы начинаем. Факт первый. Скромность не должна мешать вам действовать. Скромность – хорошая, достойная поощрения качества, его воспитывают в нас с детства. Но что это качество дает самому человеку? Он терпеливо сидит и ждет своего часа, отдавая инициативу кому угодно, только не себе. Скромность не должна мешать. Секрет личного успеха. Личный успех любого человека определяется всего двумя моментами. Не сравнивать себя с другими, особенно со сверхуспешными, как нам кажется, личностями. Сравнивайте с собой вчерашним. К чему приводит страх показаться идиотом? Сокращение СПИ «Страх показаться идиотом» придумано самой Стефани. СПИ выступает основной причиной боязни, по которой человек не предпринимает шаги ко владению навыками саморекламы. Четвертый факт. Иди на пролом, обойся потом. Можно всю жизнь провести в ожидании того, что ваши навыки когда-то наконец-то достигнут совершенства. Наверняка при этом вы пройдете мимо своего поворота и упустите шанс узнать, насколько ваши умения хороши на самом деле. Будьте реалистичны, пересматривайте свои устремления. Цели, которые мы придумываем для себя, должны меняться со временем. Нельзя всю жизнь просидеть в ожидании того, что вот-вот осуществится реальность, отвечающая всем вашим мечтам. Резюме должно отражать вашу личность и индивидуальные особенности. Вы подготовили резюме? Покажите этот документ своим родным, близким, друзьям. Дайте возможность прочитать написанное людям, которые вас хорошо знают. Так вы получите подтверждение, что текст отлично отображает ваши реальные способности. Онлайн-репутация нужна не только знаменитостям. Станьте визуально приятным. Демонстрируйте свои умения тем, у кого нет других вариантов проверить и оценить их. Это может придать вашему резюме реальный голос. Нетворкинг как способ заявить о себе. Речь о том, что у нас в руках есть фантастический инструмент общения с людьми, обмена информацией, идеями, общими интересами. Способ обмена информации полностью зависит от вас, осмыслите и примите нетворкинг как способ заявить о себе. Осваивайте современные виды нетворкинга. Общайтесь с единомышленниками в ходе отраслевых мероприятий, на вечеринках, по телефону, пользуйтесь возможностями видеосвязи, личных сообщений в соцсетях. Встречайтесь с коллегами, участвуйте в вебинарах, прослушивайте подкасты. Десятый факт. Сначала слушайте, продавайте потом. Задавайте как можно больше вопросов, прежде чем начнете презентовать свое предложение. Если вы будете торопиться, то рискуете сразу же выбыть из игры, вследствие того, что не удосужились узнать, чем именно можете заинтересовать своего собеседника. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не скромничаем, жмем на кнопку подписаться, служимся маму и читаем книги вместе с читай быстро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok